День неизвестного солдата Регионального бюджета Прошли публичные слушания Верните деньги Полицейские расследуют деятельность Потребительского кооператива Очень похожего на финансовую пирамиду Ну а теперь обо всем подробнее Сегодня состоялись публичные слушания По проекту регионального бюджета Формируется он на 3 года вперед То есть на 2015, 2016 и 2017 Депутаты, общественники Ну и конечно же министр экономического блока Из правительства Рязанской области Обсудили сегодня параметры И направление главного финансового документа региона На прошлой неделе депутаты Рязанской областной думы Приняли в первом чтении проект бюджета На 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов Утвердили основные параметры Главного финансового документа региона Главная наша задача Принять выверенный бюджет Исходя из реальных возможностей Которые есть у нашего региона В течение года нам предстоит Сосредоточиться Над сокращением неэффективных расходов Работать над повышением доходной части бюджета Над ростом налогооблагаемой базы И укреплением налоговой дисциплины Хочу отметить, что бюджет сохраняет свою социальную направленность Более 75% это доля социальных расходов Усилен программно-целевой подход при формировании бюджета Перед депутатами и представителями общественных организаций Выступили министры регионального правительства Первый заместитель председателя правительства Рязанской области Олег Булеков Сообщил, что проект трехлетнего бюджета Формировался в условиях замедления роста экономики России Кроме этого регион имеет большую долговую нагрузку Впрочем, эти обстоятельства Не должны повлиять на социальное развитие Были приинтересованы все расходные обязательства Порядок позиций расходов, конечно же, пришлось сократить Но при этом сохранены все социально значимые расходы Включая расходы на исполнение майских указов президента Так, заработная плата врачей и учителей Будет повышена на уровень инфляции Помимо этого, сообщил чиновник Будут пересмотрены подходы к вопросам поддержки населения Нуждающиеся категории граждан Не должны остаться без поддержки государства А помощь к ним придет более адресно Далее приглашенные на публичные слушания Общественники и представители муниципалитетов Стали задавать вопросы Первый касался межбюджетных отношений На это министр финансов Рязанской области Марина Наумова ответила Что основная задача здесь Выравнивание бюджетов муниципальных районов За основу была принята Та методика, по которой работает Министерство финансов Россия устраивает межбюджетные отношения с субъектами Я не буду, конечно, технически останавливаться Вопрос такой достаточно тонкий Финансисты разбирались муниципальных образований Скажу только одно Что вот дотации распределяются В соответствии с тем уровнем бюджетной обеспеченности Который рассчитывается для каждого муниципального образования А в расчете уровня бюджетной обеспеченности Участвует индекс налогового потенциала И индекс бюджетных расходов Мы принципиально применяли подходы К расчету двух этих составляющих И на наш взгляд эта методика Она позволяет усилить выравнивающую составляющую Позволяет включить определенные стимулирующие функции Что касается дорожного хозяйства То в предстоящей трехлетке Приоритет будет отдан содержанию Уже действующей сети автодорог И приведению их в нормативное состояние Был вопрос и о поддержке Социально ориентированных некоммерческих организаций Министр финансов Марина Наумова Сообщила о реализации региональной программы Направленной на помощь таким организациям И выделении бюджетных средств В размере 5,5 миллионов рублей Как на 2015, так и на 2016 годы Свои предложения по проекту трехлетнего регионального бюджета Общественники могут подать еще до 5 декабря А уже 15 декабря депутаты Рязанской областной думы Рассмотрят главный финансовый документ Во втором окончательном чтении Несмотря на определенные экономические трудности Жизнь отнюдь не останавливается А как показывает отечественная история Напротив пробуждает в людях патриотические чувства Сегодня страна впервые отмечает День неизвестного солдата Дата для праздника выбрана не случайно 3 декабря 1966 года В ознаменовании 25-летней годовщины Разгрома немецких войск под Москвой Прах неизвестного солдата был перенесен Из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе И похоронен в Александровском саду В Рязани же отметили празднование На площади Победы Впервые в истории Российской Федерации 3 декабря отмечается День неизвестного солдата Этот день был учрежден для того Чтобы увековечить память о солдатах Погибших в Великой Отечественной войне Как на территории нашей страны Так и за ее пределами Отныне в этот день мы будем вспоминать людей Чьи имена остались неизвестными 3 декабря выбран Днем неизвестного солдата Не случайно Именно в этот день 3 декабря 1966 года Прах неизвестного солдата Был перенесен из братской могилы На 41-м километре Ленинградского шоссе И перезахоронен у стен Московского Кремля В Александровском саду Позднее 8 мая 1967 года На этом месте был открыт монумент Могила неизвестного солдата И зажжен вечный огонь Этот памятный день наряду с другими знаменательными датами российской истории Объединяет жителей нашей страны Он пронизан традициями воинского духа Смелостью российского солдата И идеями воинского патриотизма Вот я иногда думаю Почему немцы остановились под Москвой Они были буквально в нескольких километрах То же самое было у Ленинграда И я отвечаю себе очень просто Они натолкнулись на мужество наших советских людей На патриотов, на патриотизм Мы просто не пропустили немецкие танки И остановили врага И дальше он откатился И закончил свою бесславную гибель в Берлине Сегодня в Рязанской области Как и во всей стране проходят памятные мероприятия В школах проводятся уроки мужества А к вечному огню на главных площадях возлагаются цветы Мы обязаны сохранить память поколений О подвигах солдат О подвигах героев войны На наши плечи легла ответственность За воспитание в будущем поколений Чувства патриотизма и любви к Родине И еще о городских событиях Стало известно, что вандалы испортили спортивную площадку В новом сквере на улице Советской армии Это в Дашково-Песочне Сквер это носит имя славного советского композитора Александра Васильевича Александрова В середине ноября в парке установили бюст нашему земляку Ну и буквально через две недели Хулиганы повредили спортивный инвентарь на площадке Поломали лавочки и урны Кому помешала спортплощадка, пока непонятно На месте совершения вандализма Побывала Оксана Тебенихина Сквер на Советской армии Официальное открытие которого После полной реконструкции Состоялось всего пару месяцев назад Подвергся нападению настоящих вандалов Спортивная площадка теперь потеряла свой товарный вид Ограждения из сетки рабицы порваны Баскетбольные кольца погнуты Также пострадали волейбольная растяжка, лавочки и урны По мнению взрослых посетителей спортплощадки Побесились здесь юные жители близ лежащих домов Ну это вообще уроды Я не знаю, это же не люди Не знаю Это вот такие вот подростки, вот эти школьники Они вот и вытворяют Не занимаются безобразием Тут уж вот начали там он ломать Это он Тренажеры какие-то? Да, это ступеньку уже обломили След этот Плавину обломили Ну это что, за ним не следишь А так вот их, когда приходят Их мы ругаем Теперь восстановлением спортплощадки и ее ремонтом Придется заняться управлением благоустройства города Да и средства теперь нужно будет как-то вытягивать из городского бюджета И для кого, спрашивается инвестор В лице строящегося рядом торгового центра, старался Неужто все те уроки патриотического воспитания Которые преподают в рязанских школах Проходят впустую Куда смотрят родители малолетних вандалов Очень жаль, что столь вредительский образ жизни Приветствуется представителями современной молодежи То, что с экономической точки зрения Наступают тяжелые времена, похоже, становится все более очевидно Однако вера в легкую наживу людей по-прежнему сохраняется Рязанские полицейские сообщают о разоблачении финансовой пирамиды Которая орудовала в Рязани уже около двух лет Сотрудники Главного управления экономической безопасности И противодействия коррупции Заподозрили в противоправной деятельности Сберегательную кассу 24 Признаки многоуровневой финансовой пирамиды Для простых вкладчиков В этом потребительском кооперативе Заметны были не сразу Схема, в общем-то, простая Организаторы потреб кооператива Взимали деньги с граждан Обещая высокие выплаты дивидендов До 13% годовых Куда дальше вкладывались эти средства Люди, по всей видимости, не интересовались Зато заинтересовались оперативники И выяснили, что никакой Финансово-хозяйственной деятельности Сберегательная касса 24 не ведет Да к тому же денежные средства Участникам кооператива не возвращали Для вовлечения в финансовую пирамиду Подозреваемые открыли более 20 отделений и филиалов В различных городах страны Головной офис находился в Рязани Кроме того, организаторы широко рекламировали Свою деятельность через прессу, интернет А также через популярные социальные сети Согласно сведениям полиции Жертвами кооперативы стали более 2 тысяч граждан А ущерб превысил 100 миллионов рублей Сотрудниками Главного управления экономической безопасности И противодействия коррупции МВД России И Управления экономической безопасности МВД России Паризанской области Проведена совместная операция по документированию Противоправной деятельности кредитного потребительского кооператива Сберегательной кассы 24 Имеющей признаки многоуровневой финансовой пирамиды По предварительным данным руководители кооператива В период с 2012 года по настоящее время Привлекали денежные средства граждан Под предлогом выплат высоких до 13% в год дивидендов При этом никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли А денежные средства участникам кооперативы не возвращали Для вовлечения в финансовую пирамиду Максимального количества людей Подозреваемые учредили более 20 отделений и филиалов В различных городах страны Головной офис находился в Рязани Кроме того, организаторы широко рекламировали Свою деятельность через собственный сайт, печатные издания А также популярные социальные сети Согласно полученным сведениям Жертвами кооператива стали более 2 тысяч граждан Совокупный ущерб которых превысил 100 миллионов рублей По данному факту, следственной частью ОМВД России по Рязанской области Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» На территории Рязанской области осуществлен комплекс следственных действий И оперативно-розыскных мероприятий Направленные на документирование противоправной деятельности организаторов схемы В ходе операции проведены обыски Изъяты предметы, электронные носители информации Черновые записи, а также финансово-хозяйственные документы Имеющие значение для расследования дела Трое подозреваемых в организации мошеннической схемы Задержаны и согласно решению суда заключены под стражу Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются Сейчас в отношении организаторов сберегательной кассы 24 Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» Ведутся обыски в офисах, изъяты компьютеры А также финансово-хозяйственные документы Имеющие значение для расследования дела Трое подозреваемых в организации мошеннической схемы Задержаны и согласно решению суда заключены под стражу Аризанские дорожные инспекторы напомнили водителям О правилах вежливого обращения с пешеходами Возле 26-й школы-интерната В котором обучаются ребят с нарушениями органов зрения Они общались с автомобилистами Всемирный день инвалидов в нашей стране традиционно сопровождается Всевозможными акциями и мероприятиями Вот и сотрудники госавтоинспекции не остались в стране Они организовали акцию, в которой приняли участие ученики Специализированной школы номер 26 Малыши с проблемами зрения отправились вместе с дорожными полицейскими в рейд Чтобы напомнить водителям о том, что рядом с пешеходными переходами Им нужно быть особенно бдительными Ведь дорогу могут переходить слепые и слабовидящие дети Здравствуйте, уважаемые водители Осторожно будьте здесь, следите за дорогой Спасибо большое И еще за некоторыми слепыми Вы видите, что здесь необычный у нас дорожный знак Не просто пешеходный переход, да? А здесь ребята, которые иногда не могут увидеть машину Поэтому они дарят вам вот такой вот талисман Который сделали своими руками Чтобы он приносил вам удачу всегда Спасибо большое На данном участке дороги стоит знак с дополнительной табличкой И поэтому водителям, конечно же, необходимо снижать скорость Быть особо внимательными и осторожными Сегодня свои добрые слова вместе с памятками и подарком Который дети изготовили своими руками Дети обращаются к водителям, напоминая требования правил дорожного движения Это был завершающий видеоматериал нашего сегодняшнего выпуска Далее в эфире программа подробностей Гостем студии стала руководитель городской общественной организации Родителей детей с ограниченными возможностями Тамара Толоконникова В беседе пойдет речь о тех сложностях Которые в жизни испытывают дети С различными физическими недостатками А на сегодня это все И до встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин